Итак, 4 марта, и в данном случае меня заинтересовало вот это вот, сейчас я показываю в эскизах, вот это Ч, да, Ч она какая-то может быть такая, да, вот такая, вот, ну, сама буква Ч может быть, конечно, написана по-разному, вот один вариант, вот второй вариант, вот третий вариант, и так далее. Да, и так, Ч у нас вот слева можно посмотреть, уже есть, или как бы я сделал наметки, а теперь сама, обратите внимание, и так, я рассказываю, буква Ч, она удачно совпадает с четверкой, собственно, это и есть 4, это часто используется, да, этой буква Ч и 4, и, конечно, на этом надо играть. Смотрим дальше. Итак, у нас есть Ч, условно, и всякое к нему приращение оставшихся букв. Вот смотрите, какое интересное сочетание. А теперь смотрите, вот три полоски, а теперь три у буквы Т, и происходит игра, ну, я думаю, вы уже видите. Здесь где-то в заглавии Ч, потом есть вот это вот три полоски у буквы Е, три штриха у буквы Т, но между Е и Т, и вот этой верхушечкой завязалась игра. Да, собственно, вот смысл рождения какой-то такой вот каллиграфической надписи в моём понимании. Что дальше происходит? Тут должна пойти В, но я вот смотрю, что вот эта полоска, она могла бы в В и превратиться, объединяя вот эту В, вот эту, это, и получается уже Ч, Е, Т и В. Дальше идёт Е. Е мы можем сделать либо по принципу вот этой вот, то есть, видимо, так, и опять буква Т, вернее, нет, вот так, да? Вот она, вот это Е и вот это, они друг с другом уже, так сказать, в дуэте уступают. Уже интересный вариант, да? И дальше Р идёт, а Р у нас похожа верхушка на букву В, вот на эту. И наша воля продолжить это либо вот так вот снизу, у буквы Р, да? И отсюда вывести Р. Вот Р родилась, да? Либо сверху Р родить, вот так вот, как-то примерно. Вот так, 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 на каком варианте остановиться? Ну вот что-то такое вот. Мне пока не нравится вот эта вот у буквы Р непонятное завершение. Оно пока не встаёт никуда, оно лишнее, их много уже, я не знаю как и надо ли. Ну, надо подумать. А, вот смотрите, родилось. Вот эта вот штука и одновременно вот эта. И тогда вот этих лишних вертикальных штампов или штрихов нету. Тут есть Е и тут есть Р. И осталось только Г сделать. Ну, Г у нас очень удобно. Мы её будем либо вот опять вторить, вот из этого вот создавать дуэт, скажем так. Почему дуэт? Я уже говорил, что для того, чтобы элементы не казались случайными, они всё время должны находиться в каком-то соподчинении. Система. Вот поиск этой системы, собственно, и есть. Решение этой задачи. Итак, либо это Г будет вот вторить вот это вот. Вот она. Видите, повтор. Один вариант. Да? Либо убираем это. Г делаем в качестве вот отсюда, вот такого рощерка. Да? Тоже ведь интересное завершение. Оно более как бы логично для завершения слова. Вот Г рождается вот таким вот образом. У нас ведь буква Г вот прописная такая пишется. Да? Вот она здесь у нас и появилась. По сути дела, мы создали, спроектировали вот эту вот конструкцию. Осталось её просто написать. Потому что сейчас это всё... Часто у меня, когда я это делаю, то я это делаю одним движением. Это рождается сразу. Сейчас это родилось, вот эта вот как бы вот эта идея родилась, ну, в результате рассуждений. И самое-то главное, что я хотел продемонстрировать, что вот в этой моей, в моём понимании каллиграфики, такой я это называю европейская каллиграфия, вот, игра букв, так же, как они тоже могут сочетаться в интересные взаимоотношения. Ну, не говоря о том, что можно там и по вертикали выстраивать, да. Вот смотрите, что получилось. Вот какая интересная получилась. Это всё рождается вот прямо сейчас. Видите? Ну, я совершенно... Сейчас я новый создам документ. Смотрите. Мы имеем ЧЕ-Е-Т. Итак, сегодня у нас 4 марта. Вот, чтобы не забыть, напишем, да? 4 марта 2018 года. И начинаем рассуждать. У нас есть ЧЕ. Она может быть самая разная. Ну, можно сочинять до бесконечности, да? Такие вот. Обратите внимание, что ЧЕ похожа на четвёрку. Ну, собственно, она и является, да? Ну, правда, в таком виде это совсем четвёрка. Бывают четвёрки и вот даже такие. Но это уже перестаёт быть ЧЕ, хотя для нашей задачи это достаточно интересный вариант. Вот один вариант, да, который может быть в начале нашей работы, да, вот такая вот. Вот она. Может быть такая, ЧЕ. Много их может быть. Нам надо остановиться на чём-то, и они все интересны, и любой вариант можно развивать, да? И вот такой написатель, каллиграфический, вот. Сейчас я пишу слово четвёрка, не четвёрка, а словом четвёртое, да? Но я, собственно, так и хочу, потому что мне вот в данном случае интересно вот это. Я сегодня буду писать не 4 марта, а слово четвёртое. Я вижу здесь потенциал такой интересный. У нас есть выбор. Или работать вот с этой четвёркой интересной, либо вот с этой. Что можно сделать с этой? Мне нужна игра букв между собой, игра знаков. То, что называется иероглиф, да? И вот мы видим ЧЕ и четвёрка. Её можно и по горизонтали, и по вертикали выстроить. Вот смотрите, по вертикали это будет вот так вот ЧЕ. А тут же у нас, смотрите, сразу вот три штриха буквы Т, да? А тут же у нас сразу рождается В, а тут же у нас снова идёт четвёртое, 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 и опять Р, и опять Т, и О, и опять, и опять Е. Вот обратите внимание на эти элементы. Раз, два, здесь Е, здесь Т, и здесь Е. Может быть, я неправильно это обозначил. Давайте это разными цветами обозначим. Вот, красным. Горизонтальная тройка штрихов, потом вертикальная тройка штрихов, потом опять горизонтальная тройка штрихов, четвёртое, вот здесь опять горизонтальная тройка, здесь вертикальная тройка у буквы Т, и здесь опять горизонтальная. какой интересный потенциал чтобы это выстроить ну это просто чудесно так и хочется выстроить вот этот логотип назовем его по вертикали потому что ну просто потенциал шикарный особенно вот смотрите здесь вот так вот это Ч так так потом куда В пойдет она может вот отсюда вот пойти ЧТВ и опять сюда ЧТВ вот она а Р может опять отсюда пойти то есть здесь у нас получается вот такая штука раз два три ну перебор наверное да ну попробуем Р отсюда сделать Р и опять Т и О здесь вот она О здесь ЧТВЁРТО Е и опять Е как интересно да много слишком многодельная не правда ли вот она слишком у нас многодельная но но так много интересных здесь взаимосвязей просто вот наслаждение чего здесь не хватает ну вот ЧТВЁРТО сверху она конечно слишком маленькая она должна быть у нас большая здесь Е или вообще надо сразу изначально сделать ее для всех вот так вот да вот вот может быть так вот получилось да почти я не знаю вот может быть вот этот вот штрих жидковатый верхний да но так или иначе вот здесь мы находим вот такие вещи Е сюда же пошла В здесь Е сюда же пошла Р сюда же пошла Т сюда мы нарисуем О да так как-то и снова Е вот интересный такой ну логотип я бы как логотип это не принял но вот сама по себе структурность или система здесь мне нравится ее конечно можно дорабатывать дорабатывать за счет чего ну вот здесь же сейчас это все случайно а когда это написать если одним розчерком интересно 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 ну не знаю наверное вот обратить внимание что вот здесь вот вот это вот место оно как-то вот а вот а вот это как симпатично получилось да вот это вот очень симпатично получилось ну четвертое у нас получилось не получилось вот эта верхушка сейчас мы ее будем заменять как мы ее сделаем такой вот а у нас был там набор ну не знаю или здесь стереть чедо делаем да вот она да такая вот 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 почти родилась почти сейчас еще один вариант сделаю может быть такая да может быть такая ну что почти получилось и так что мы имеем мы имеем смотрите ч вот она е вот она в а здесь вот т вот т видно да вот в вот она и буква вот буква р вот снова буква т т переходит в о и заканчивается буквой е мы получили четвертая и вполне симпатичная и оригинальная вот это основа это собственно сам знак хотя конечно ну сами понимаете что вариантов множество да я их покажу которые варианты у меня родились в процессе ну и осталось сюда только вот писать я не знаю мне вот сейчас пока не нравится вот эта верхушка ну давайте мы мы же все-таки с компьютером работаем да давайте мы ее просто элементарно увеличим так наверное вот вот преимущество компьютерной графики да мы можем сейчас это все варьировать не знаю не знаю не знаю надо ли больше короче говоря начинаешь 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 теряться начинаешь теряться в обилии возможностей графика компьютерная компьютер или еще один написать вариант может быть так нет здесь должна быть какая-то такая вот вещь такая что ли нет 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 не знаю а нет 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 Вот интересный вариант, да? Может быть на нем остановиться? Правда здесь не хватает вот этого завершения. А, ну мы его сделаем сейчас с помощью марта. Можно сказать, что сделали. Ну, для утреннего упражнения больше, чем достаточно. Что мне здесь не нравится? Мне не нравится какая-то, ну, много мест, скажем так, которые можно было бы вообще переделывать, да? Ну, тогда работа становится до бесконечности, становится бесконечной. Мне очень нравится вот это место. Вот это, вот это вот. Сейчас удачно вот получилась вот эта штука. Теперь здесь вот неудачно, не совсем и не мешало бы переделать. Здесь вот тоже вот эта буковка. И, может быть, самое слабое место вот этой штуки, что она почему-то все-таки имеет какое-то тяготение вот к этим восточно-китайско-японским иероглифам. Вот это, ну, видимо, то, что она выстроена вертикально, то, что у нее вот есть какая-то, ну, какая-то родственная связь с иероглифами чувствуется. А мне это не нравится. Мне это не нравится именно потому, что вот дает нам отсылку. Ну, мы же не китайцы, в конце концов, мы же русские буквы писали. С какой стати мы будем вдруг, значит, ну, стилизовать под китайскую. Вот это вот один из недостатков, может быть, самых больших. Теперь здесь надо написать, будет марта и восемнадцатый год. Это будем делать мелко. А, может быть, марта не будем? Нет, марта не будем писать. Правильно. Мы сделаем вот так вот. Раз, два, три. Да? Как-то так. Вот же у нас. Ой, тут еще, значит, ой, как много. Там буква Т и вот это вот. Вот она. И 2018, да? И восьмерку как бесконечность. Но мы тогда сейчас вот эту вот штуку сделаем меньше. И почти незаметную. Вот так вот, да? А у восьмерки все-таки вытянем эту штуку. Ну, вот что-то такое. Ну, пусть будет, пусть будет, пусть такая останется. Много можно поправить, много можно здесь поговорить, поделать. Пусть так останется такая. Итак, все слои копируем и объединяем. Дублировать слои и все их объединить. Это можно все закрыть. Вот. И мы имеем эту штуку. Теперь поищем ее пропорции. Надо ли? Строго, вертикально, горизонтально. Не знаю, по-моему, как было написано, так и лучше. Пусть остается такая. Ладно. Я сразу начинаю думать, что вот она должна у меня быть в шапке логотипа. Не логотипа, а баннера на фейсбуке, а там узкое, длинное написание. Ну, давайте придумаем, как ее туда разместить. То есть, вот, в натуральном виде она будет у меня такая. А для шапки, там вот буква... Тут у меня, кстати говоря, коровка помогает. А для баннера на фейсбуке я сделаю ее более горизонтально вытянутую. Как? Ну, сейчас подумаю. Мне не хочется нарушать пропорции вот этой вещи, поэтому я ее... Сделаю, наверное, таким вот образом. А так, если повернуть... Замысловато, да? Хм... Интересно. Ну, у меня такого еще не было. Вот для горизонтального баннера, да? Ну, пусть так останется. Пусть, да. Хорошо. И получаем, можно сказать, вот такой вот логотипчик. И единственное, что здесь надо сделать, может быть, вот это место чуть-чуть развернуть. Мы его сейчас вырежем. И вот так вот развернем. Внесем некоторые коррективы перед тем, как окончательно это размещать. Я вот все-таки эти два красных пятнышка, ну, они получились естественно, да? Увеличу. Наверное. Вот. Сделать еще один слой. И здесь сделать какие-то пятнышки более... Они будут у меня в качестве брызг. Сейчас мы найдем такую кисть. Где у нас брызги? Вот у нас есть такие вот брызги. Вот. И цвет у них должен быть какой-то голубой, да? Вот. Да, что-то такое вот должно быть. Ну, это он делает случайно, да? Голубенький какой-то должен быть. Ну, небо, наверное. Вот я сам себе противоречу. Я говорил, что... Не должно быть ассоциаций и сам себе противоречу. Ну, я там писал где-то, что я еще пока не решил, насколько это... Насколько это... Насколько это верное мое требование к своим работам, чтобы не рождались ассоциации. Ну, что, получили. Получили. Вот она. Ну, примерно такая. Настроен. Она должна быть плоская. Ну, как-то так. И сейчас мне это не принципиально, поскольку я хочу просто сделать варианты показать, как можно было писать. Ну, мы уже говорили, что буква Ч и Четыре может быть самая разная, да? И такая, и такая, и такая, и такая. Вот. Ну, вот остановимся на такой, да? Потом здесь у нас идет Е. Потом здесь у нас идет Т. Вот это могло быть так. Это могло быть так. Это могло быть опять вторить этой, да? Это могла вторить вот этой. А здесь опять Т могла вторить, да? А здесь опять так. А здесь опять так. Вот тоже интересный вариант ведь, да? Ну, может быть, я его не очень, так сказать, неказисто нарисовал, да? Сейчас удалим. Итак, что мы имеем? Смотрите. Раз, два... Нет, не так, да? А вот так. Вот. Вот она как должна быть. То есть, так, потом, так. Только здесь у нас буква Е, да? Здесь буква В, да? Вот она как у нас рождается. Вот. Это сюда приходит каким-то образом. Вот так вот, да? А так может быть. Тоже ведь интересно, да? Ну, то, что она сюда приходит, соединяется, это лишние какие-то, получается, опять взаимосвязи. Но если вот это вот сделано каким-то вот неназойливым вот таким вот образом, да? Вот. Например, так. Вот так примерно, да? Вообще, кисть не очень удобная. Сейчас я другую возьму. Какой же я рисовал-то в прошлый раз, забыл? Ну, вот, может быть, это... Ой, нет. Ну, пусть будет это, ладно. Опять там фактура какая-то в этом. Конечно, по-хорошему надо свои кисти знать, но... Всему... Всему... Не уделишь всему должного внимания, к сожалению. И поэтому приходится... Ну, заодно вот видно тот выбор, который есть, и... Который нам дают. Нет, все это не то. Все это не то. Перо мягкое называется. Это мой набор кистей, я могу им поделиться. Ну, вот, что-то похожее, да? Да, такое вот. Итак. Это потом... Е... Нет, только Е-то у нас переходящее в В. Вот так вот, да? Причем здесь Е вот такая есть, да? А-а-а! А вот сейчас-то я думаю, что здесь может быть Е вот такая, буква Е, да? Смотрите. Вот она же такая. Вот она такая. А-в, как бы ей зеркальное. Ой, как интересно. Какое интересное слово. Вон, как интересно, получается. А здесь снова та же Е, да? Вон, как интересно. Чет, В. А здесь вот, если точечка будет. А потом... Ну, как бы, вот это вот... Откуда Р родится? Она может родиться вот, повторяя букву В. Вот так вот, да? Вот так вот. Это же получилось. Вот. Вот. Примерно. Примерно. Вот. Вот она. А здесь буква Т одновременно является и у буквы Р вертикальным штампом. Итак, у нас четвертый, а теперь ТО. Вот. Она тоже, как бы, в дуэте со всеми этими овалами. Вот. 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 Ну, четвертый, Р, ТО, И, Е. Ну, что, получили еще один логотип, да? Ну, логотип не логотип, и тем не менее, нечто интересное получили. Смотрите. Вот смотрите, как это все происходит. Ну, просто вот, как не радоваться тут душе художника. Имеем букву Ч, понятно, да? Которая является и четверкой в то же время. Имеем букву Е, вот она. Буква Е, зеркалец, буквы В. Буква Е тут же в дуэтом звучит с предыдущей Е. И даже трио получается. Раз, два, три. Вот они. Три буквы Е. Раз, два и три. И они выстроились вот в такой ритмический ряд, да? И противо, или контрапунктом к ним, да, происходит буква В, которая, по сути дела, тоже является зеркальным отражением. Потом она же продолжает свое движение в букве Р, в букве О, и завязка происходит. Это интересное. Здесь мы, ха-ха, упустили, кстати говоря, вот этот Ч. А, Т-то у нас, можно сказать, есть. Сейчас мы ее найдем. Нет, Т-то мы пропустили. Ч. А вот здесь Т. Ну вот за Т можно принять вот эту, да? Это практически Т. А можно ее снова здесь вот сделать. Но это будет многовато, да? Вот так вот. То есть вот мы видим вот эту Т-букву, да? И ее нужно перенести вот сюда. На место первой. Здесь же две Т, да? Ну вот, как, или все-таки удовлетвориться мне, я же все-таки никому не обязан ничего. И поэтому я могу удовлетвориться и вот, либо таким вариантом. Но чем он мне не нравится? Тем, что уже много. Видите, много всего. Вот насколько и так уже почти на грани фола вот количество штрихов, между прочим, с собой не завязанных. Поэтому я скажу, что буква Т у меня это вот, это вот. Сам себе скажу. Мне отчитываться не перед таким, да? Вот это будет моя буква Т. А вот. Ну, можно попробовать написать это еще раз одним движением. Не знаю. Ну, я же говорю, что это может быть уже до бесконечности. Вот эта вот работа. Вот. Те. Те. Ве. А, вот так могла она быть, да? И. Здесь как бы Т, вот это, да? Вот она как могла быть. Так. Ага. Так. Так. Вот она у нас. Это Ч. Это Е. Это Т. Это В. Это Е. Это Р. И это Т. Ага. И четвертая. Вот, четвертая, как написано, да? Тоже вариант. Тоже вариант. И может быть, он даже лучше. Ну, что, оставить его? Или все-таки, вот, добивать. Ну, у меня же день, у меня же работа. Вот смотрите. Я для мозгов, для своих, сделал, задел. Я их потренировал. И, ну, видно, да, всем, наверное, видно, что вот в этих двух работах есть потенциал, что вот это, вроде бы, нижнее, красное правильнее, верхнее чуть-чуть получше написано. И совсем уж по большому счету, ну, вот, было бы еще раз, еще раз. Ой, не знаю просто. Ну, давайте я это вот отложу в сторону себя и сделаю еще один. А еще одну попытку, и все, и пора начинать заниматься более серьезными делами. Вот. Еще раз попробую написать. Ну, можно взять полупрозрачность такую небольшую. Это тоже будет интересно. Почему она не получается-то прозрачная у нас? Вот так вот. Надо? Ну, не знаю. Ну, потом я это все в черный могу превратить. Да. Тоже интересный вариант, да? Ну, нет, конечно, тут вот эта вот игра, вот это и вот Е. Т появляется, В появляется, опять это Е, да, и опять вот это вот как бы Р. А здесь опять Т, а здесь О, и опять Е. И такая может быть. Ну, а если это сказать, что эта схема должна быть, скажем, техническая, если ее технически изобразить, то это выглядит так. Так, 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 так. Так, здесь вот так, и опять так. Так, я не устаю удивляться количеству взаимосвязей, вот этих дуэтов, вот это Е, вот это Е, вот это Е. Е, повернутая на 90 градусов, превращаемая в Т, дважды, да? Ну, и, по сути дела, буква В, которая, ну, является зеркалом для буквы Е. Очень интересное слово, да? Ну, хватит. Утренняя разминка у нас затянулась, и можно подумать, что мне кто-то платит за проработку вот этого слова четвертая. Нет, конечно, все это делал для своего удовольствия, ну, и, может быть, для тех, кто за этим наблюдал. Ну, по скриптам. Такая утренняя разминка называется. Сегодня воскресенье. Я часто так что-то делаю утром, какие-то наброски, почеркушки, или чисто художественные, или дизайнерские. И, ну, когда это все не записано, и когда это все делается без вот этого вот интерактива, то как раз-то все быстрее. Это какие-то 10-15-20 минут, иногда на улице хожу, так же делаю что-нибудь. Так вот, а сегодня я решил это записать, и, правда, вот убил полдня на это. Сегодня воскресенье, и моя утренняя зарядка превратилась в такую конкретную тренировку. Уже обед, пожалуй, да, сейчас еще пока фильм смонтирую. Нужно это, не нужно, не знаю, но мне кажется, я так по отзывам видел, что многим это все интересно, и мне самому интересно, в общем-то, делиться какими-то своими вот такими наработками. Ну, все, пожалуй, и сразу скажу, что эта работа, вот если брать конкретный вот логотип, там, это вот, или автограф, или как-то, ну, я сейчас не хочу заниматься типологией всего этого, упражнения назовем, да, упражнения по шрифту, упражнения по дизайну, упражнения по каллиграфии. Одно из многочисленных таких упражнений, там, я не знаю, тысячи, наверное. Каждый день можно разные упражнения придумывать. Вот. Такое упражнение, такое занятие-не занятие, но, тем не менее, вот опять время потрачено на, вот, именно на это производство этого всего дела. И поэтому я хочу напомнить о меркантильной стороне нашей жизни, что, если это все-таки вам нравится, приносит пользу, то я сейчас пытаюсь внедрять такую форму, как донаты, да, или я это называю донат-арт, да, пожертвования, а может быть и, как это, подаяние, да. Сразу хочу сказать, что совсем не нужны какие-то запредельные деньги, пусть вас это не смущает, там, я не прошу ни 500 рублей, хотя были такие вот, я очень благодарен, ну, сейчас не буду всех пофамильно называть, были люди, которые после прошлых занятий мне прислали, ну, для меня достаточно большие суммы, да, для меня. Я им очень благодарен, и вы мне помогаете жить. Вот. Но это совсем не обязательно. Вот. И я вот тех людей, которые мне, как бы, вот, персонально оплачивают вот эти уроки, я их, конечно, запоминаю, и, конечно, у меня к ним будет индивидуальное отношение, и потом, когда мы будем эти уроки развивать, то и будут индивидуальные, скажем так, занятия, как в каком-то индивидуальной консультации. Вот. А что касается всех, ну, вы знаете, вот, я, сумма может быть абсолютно любая, там, 50 рублей, 20 рублей, ну, вы поймите, когда просматривают этот ролик, я смотрю, там, десятки, а может быть, сотни людей, то для сотни это совсем незаметная цифра, правда, да? Она абсолютно не обременительна, а мне, тем не менее, в результате я все-таки получу компенсацию своего, своих затрат. И, конечно, конечно, это будет стимулировать мне делать что-то подобное дальше, если, при одном условии, если вам это интересно и нравится, да? Киньте там мне на телефон, или через мобильный банк, любую сумму. Буду благодарен. Если кто-то хочет заплатить очень много, вы приписочку сделайте, и я вас занесу в отдельную книжку меценатов и спонсоров. Всего доброго, с добрым утром, весна. Субтитры создавал DimaTorzok